Помните, кстати, я рассказывал про этот волшебный мужской клуб, где можно посидеть и попить чаёку за 3 лиры? Вот, я пока шёл, видел два таких клуба, и это были другие, короче. Ну, помимо того, в котором я тогда завис, походу, это вообще популярная тема. А ещё мы с Ксюхой, когда гуляли, видели такой же чайный клуб, в котором мужики сидели, играли во всякие настолки. Они, правда, курят сильно при этом. Но если на улице сидеть, то вообще всё вполне достойно, интересно, да. То есть можно чисто так сесть, взять чаёчку за 12 рублей и немного почилить, перевести дух и потом пойти дальше. Подождал, короче, пока разойдутся тётки, ну, типа, чтобы не напрягать. Ну, у меня просто немного вопросов относительно этой наклейки. Он мне сейчас сказал, что, типа, у него считается маленький офис, и нужно идти на почту ПТТ Фатих. Ну, вот этого района, вот. Короче, на маленькой почте этот наклейку купить нельзя, а в большом можно. Вот, так что сейчас завалюсь в магаз или вырублю что-нибудь пожрать и двину домой. Поработаю, дождусь Ксюху и вместе пойдём кушать. Короче, вот это местечко. Подайте руки погреть. Хухуху. Короче, что она, кстати говоря, работает ночью. Постоянно. что за прикол я как бы хз но вот это моя дверь смотрите какой видок это постоянно вот этим тентом помните я говорил что нам эти проходили с ксюхой типа не было короче по этим тентам можно понимать прогноз погоды то есть будет ли дождь они их походу натягивает почему-то такая система прямо к деревьям привязывать столбам вот типа солнечной погоды них не привязывают а если дождик то привязывают короче говорят что все более-менее нормик нужен документ на тачку но типа вот этот стс или как он называется короче вот эту бумажку короче а меня с собой не было на в тачке валяется поэтому не смог оформить эту карточку но я нашел main ptt офис на фатихе я сразу подумал что он должен быть рядом с мечетью ну вот нашел офис мне помогал мужик с пистолетом короче то есть на почте сидят четыре мужика с пистолетом меткой зашел там типа этот терминал на котором надо кнопочку нажать чтобы вылез номер смотрю него попытался приводчиком перевести ничего непонятного у них спросил говорю если нужно стикер чё нажимать они говорят нажимай кнопку 1 вот а потом реально чувак с пистолетом начал мне подсказывать исполнять бланк вот по ходу дела завтра придется еще раз сходить куплю на маркете этих лукумчиков немного пойду домой как раз должна прийти фух не получилось короче первого захода а чем я собой всего косарь лир я когда не знаю сколько нужно класть номер 500 положит 2000 рублей наверное хватит на какое-то время потом надо научиться как-то отслеживать типа об этом типу сколько расходуется а еще он сказал я говорю чувак а можно мне как-то ну типа заплатить штраф хотя бы он там небольшой должен быть мы типа где-то лир 70 максимум он критисы 15 дней короче можно ничего не платить ты горит в турцию сколько я говорю ну не действует на начнем переживай типа придешь завтра оформишь все тебе наладим короче но не хочется просто десятикратный размер платить как-то это многовато вот а тут мы нашли вон то заведение мы там уже закупались короче нормально вкусный у нас вроде не развел на 200 лир получается ну прям куча лукума я попробую повторить цените новую приколюх короче пришел домой ну вот у меня есть ключ ну допустим не тут не входят до конца и могу открыть дверь потому что с той стороны сунут ключ вот я это увидел утром но не придал этому значения но я думаю кто-то оставил оставил и оставил и ладно но если там никого нет не хз как я попаду домой что-то ну постоянно какие-то темы то не работает отопление то течет бойлер еще вроде отопление наладили вроде все было нормально теперь не могу попасть домой потому что мне вставляется ключ я на почте я нашел свидетельство заполнил вот такой бланк вот шаром получает наклеечку короче я замутил стикер но лучше от этого не стало потому что но штраф то у меня есть и надо его как-то оплатить я спрашиваю этой бабы я говорю а как штраф